В Госдуме предложили штрафовать на 10 тысяч рублей хозяев, которые не убирают за своими собаками на улице. Соответствующий закон рассмотрят осенью. Как к этой инициативе относятся саровчане, пойдемте узнаем. Считаю, что нужно. Почему? Потому что тут дети на площадках гуляют. Можно наступить, и вообще это эстетично некрасиво. Особенно после зимы и весной. Все это всплывается некрасиво. То есть штрафы будут уместны? Я думаю, да. Нет, наверное, зачем? Почему? Ну, удобрение. Вам не мешает вот то, что это все лежит? Я как-то не замечаю. Хожу, вот, не встречал. А весной? Ну, нет, у меня такой нет проблем, что я вот такая... И спонтакался, может быть, наверное, был бы за. Не знаю насчет хозяев, нужно просто культуру поднимать в обществе. То есть штрафы это не могут сделать? Нет? А как от этого культурный человек станет? Его внутреннее состояние как изменится? Что он будет изменить свое мышление, как-то сознание? Мне, допустим, не мешает, но если это, допустим, вот дети, вот, я все-таки как-то вот, бывает, прямо идут и не соображают, что это школа или что это детский сад. Вот тут я бы уже штрафовала все-таки. Там же дети. Это дети. Ты же ребенка не заставишь вот идти по дорожке. А вот они побежали друг за дружкой. И вот все. Ну, не знаю. Вот тут я считаю, где детские учреждения, все-таки запретить. Обязательно. Что? Ну, надо, если завел животное, нужно убирать. Или в отведенное определенное место нужно собачку водить, как говорится. Собаку нужно ухаживать. И природу, бережем природу, конечно. Страфы помогут справиться с этой проблемой? Я думаю, что да. Смотри, какие штрафы. Будет и чище будет. У нас даже была собака с мужем. Мы всегда ходили вон туда, на лужную базу. Мы никогда во дворе ничего не делали. То есть это мешает? Безусловно. А ходить-то как? И вляпаешься. И неприятно это вот видеть, особенно весной. Штраф можно ухаживать? Наверное, да.